Вы смотрите новости Бирска на ЮТВ. Меня зовут Варвара Вараксина. Здравствуйте! Каждый вторник и четверг в 8 часов вечера мы рассказываем о событиях и интересных людях Бирского района. Смотрите сегодня в выпуске. Центр занятости поможет бирянам освоить новую профессию. Первый чемпионат «Кит-Скилз» Ташкаленок прошел в Бирске. Бирские лучники привезли медали с республиканского турнира. Начнем выпуск с коротких новостей. Благодарностью президента Российской Федерации поощрены медики Бирской больницы. Заведующий инфекционным госпиталем Алексей Чухарев, врач-инфекционист Ольга Таджибаева, медицинские сестры Светлана Шерстобитова и Елена Резнова получили государственные награды. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поблагодарил медиков за личный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Бирск посетил министр торговли республики. В совещании приняли участие заместители главы администрации Благовещенского, Дертюлинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Янаульского, Болтачевского, Аскинского, Краснокамского районов и города Нефтекамска. Антон Талалов рассказал о планах по развитию экологического туризма на водных объектах Бирского района. Также представили разработанные туристические маршруты экологической событийной и гастрономической направленности. Алексей Гусев, в свою очередь, проинформировал о задачах, стоящих перед главами администрации и бизнес-шерифами по взаимодействию по вопросам развития придорожного сервиса нового вида экотуризм-глемпинга, ярмарочной торговли, социального питания и другим. Первый фестиваль мужества и чести «Богатырские забавы» прошел в Бирске. На площади работали фотозоны, интерактивные и игровые площадки городских сообществ. Гости упражнялись в ходьбе на ходулях, поднимали гири, демонстрировали умение владения мечом, перетягивание каната. Автоклуб «Внедорожник» выставил ретро-технику. Бирские стрельцы разбили полевой лагерь, где можно было ознакомиться с бытом и оружием тех давних времен, а также сделать залп из пушки 17 века. В течение двух часов длился праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами и ведущими солистами района. Завершающим аккордом в фестивале стали экшн-шоу «Догнать за 60 секунд» и ДТП, подготовленные автоклубом «Внедорожник» и силовыми структурами. Биряне стали призерами республиканского этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В Уфе собрались мастера и ремесленники из 20 районов Башкирии. Более 100 мастеров и ремесленников привезли на конкурс туристического сувенира более 350 работ в различных номинациях. Сувениры этнографические, музейные, отражающие города, события, маршруты и идеи. Серебряная ложечка от предпринимателя Демшины стала второй в номинации «Сувенир города». Максим и Евгения Шипилины стали лучшими в номинации «Городской сувенир». «Яблочный сидор» от Ольги Волочковой признана лидером в номинации «Сувенир события». Воспитанники Центра «Феникс» приняли участие в открытых уроках бирских бизнесменов. На занятии по ментальной арифметике они узнали, как дети в возрасте от 7 до 10 лет легко и быстро учатся считать в уме. А на занятии по английскому языку дети в возрасте до 5 лет не только изучают английский язык, но и уже свободно на нем разговаривают. Мероприятие прошло в рамках проекта «Бизнес-наставничество». Он направлен на развитие предпринимательской инициативы, обучение основам предпринимательской и трудовой деятельности. А теперь перейдем к основным новостям. 10 бирян станут парикмахерами и водителями. Безработные граждане осваивают новую профессию на базе Центра занятости. О том, как стать участником программы, расскажем далее. Безработные биряне могут освоить новую профессию. В Центре занятости проводят профессиональную переподготовку и обучение граждан для дальнейшего трудоустройства. С Нового года было направлено порядка 30 человек. По программам 1С предприятий 8, парикмахеры, водители с категории B на C, охранники 4-го разряда. Планируется также набирать группы по специальностям и другим. Это водители с категории B на D, с B на C, категории CE, парикмахеры, охранники, машинисты эскаватора, 1С предприятия 8, электрогазосварщики, операторы заправочных станций, операторы котельных. В общем, наименований очень много. Чтобы получить дополнительное образование, человек должен быть в статусе безработного и состоять на учете в Центре занятости. Освоить дополнительную профессию могут женщины в декретном отпуске. Если человек давно не работал, он хочет повысить квалификацию свою для дальнейшей работы и быть конкурентно способен на рынке труда, получить новую специальность какую-то рабочую, в этих случаях мы, конечно же, уже направляем безработного на обучение. С 1 февраля Центр занятости направил безработных граждан на дополнительное профессиональное образование. Четыре водителя переквалифицировались с категории «Б» на «С». Шесть бирян пополнят ряды парикмахеров. Дошкалята попробовали себя в таких профессиях, как кондитер, парикмахер и робототехник. В Убирске впервые прошел чемпионат Kids Skills Дошкаленок. Об участниках расскажем далее. Но на Верещаге находит детский сад «Огонек». В рамках чемпионата Kids Skills девочка побывала в роли кондитера. Вместе с мамой испекла бисквит «Красный бархат», который принес им серебряную медаль. Мы сначала с мамой приготовили коржи в виде сердца. Украсили мы его посыпкой, клубничкой, коржами, ягодками. Для мальчика в чемпионате предусмотрена компетенция робототехника. В ней отличились воспитанники детского сада «Улыбка». Тимур Сайпашев и Артем Андреянов собрали вертолет, который принес ребятам медаль. Я в садике посещаю кружок робототехники. Мы там строим разных бытов. Мне очень там нравится. Когда я вырасту, я стану инженером конструкции. Мы участвовали в конкурсе. Собрали модель вертолета. Мы очень волновались. Но у нас все получилось. Мне очень понравилось участвовать в таком конкурсе. В Бирске профориентация начинается с детского сада. В этом году прошел первый чемпионат «Китскилз» до шкалята, участники которого представили на суд жюри способности в парикмахерском деле, кондитерском искусстве и робототехнике. Целеустремленность, творческое мастерство. Вы большие молодцы. Вы – наше будущее. И в дальнейшем то, что вы выбрали и то, что для вас стало интересным, возможно, будет определением вашей профессии или занятием интересным делом. Участниками «Китскилз» стали дети старшего дошкольного возраста. Как сообщают организаторы, цель чемпионата – создание условий для ранней профориентации. Перед наставниками стояла задача выявить и поддержать способности детей. Все участники получили дипломы, победителей наградили медалями и призами. Спортсмены из Бирска проявили себя на соревнованиях в Мелиузе, где прошел открытый республиканский турнир по стрельбе из лука памяти мастера спорта Советского Союза Любови Кошариной. О том, сколько медалей привезли биряне, расскажем прямо сейчас. 150 спортсменов из разных городов и районов Башкирии стали участниками открытого республиканского турнира по стрельбе из лука. Из-за эпид-обстановки ребята целый год не выступали на соревнованиях. Старты в Мелиузе посвятили памяти мастера спорта Советского Союза Любови Кошариной. Лучники выявили лучших в личном и командном зачете в продолжении трех дней. Спортсмены стреляют в квалификацию по 30 выстрелов за одну дистанцию. И далее спортсмены стреляют по олимпийской сетке финалы. Победителем считается спортсмен, который набрал большее количество в квалификационном раунде и выиграл максимальное количество и прошел, так скажем, все финальные этапы в спаррингах. По результатам состязаний сборная Бирского района стала третьей. В личном зачете лучшими стали Сагамон Мануков, который взял бронзу, Степан Полтораков с серебром и Богдан Каневский, которому не было равных на дистанции 12 метров. Среди девушек отличилась Кира Печенкина. Она завоевала второе место на дистанции 12 метров. На сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Бирска каждый вторник, четверг и субботу в 8 часов вечера. До свидания.